Здравствуйте, уважаемые читатели Блокнота. Сегодня я, главный редактор Владимир Смехнов, поговорю с теперь уже бывшим депутатом Лискинского совета депутатов Анатолием Дмитриевичем Шабановым. Анатолий Дмитриевич, что произошло 27 мая в Лисках? Ну, прежде всего, я хочу извиниться перед родными и близкими погибшей женщины. Я очень им соболезную. Я виноват в этом. Каждый день, каждый час я постоянно думаю об этом случае. И это очень нелегко. По поводу аварии, что я могу сказать? 27 числа в автомобиле я ехал по городу. Приближаясь к пешеходному переходу, я не знаю почему, не заметил красный свет. И в результате этого наехал на женщину, которая впоследствии скончалась в больнице. Вот это я только могу сказать, что по поводу этого случая. На кадрах с моментом ДТП, которые появились в соцсетях, в СМИ, видно, что люди уже пошли, у них зеленый, вы проехали на красный. Это светофор не обратили внимание или в чем дело было? Ну все произошло очень быстро. И я ехал со скоростью 44 километра, вроде скорость такая. И я не заметил красный свет. Вот тут моя вина. Просто я его не увидел. Не увидел, ну, большая вероятность, почти 100% поневнимательность. Скорость на автомобиле была 44 километра в час. Если бы, допустим, я ехал бы побыстрее, я бы, наверное, проскочил бы, и ничего бы не было. Но ехал, к сожалению, как положено, по правилам. Так получилось. Невнимательность все равно это невнимательность. Вот произошло ДТП, да, вы осознали, что случилось. В соцсетях много сразу в пабликах фотографий было с места, да, как что. Ваши первые действия какие были? Первые действия я стал звонить в службу спасения 112. Я не сразу дозвонился туда, но когда я дозвонился, я сообщил о ДТП, которое где произошло, и сообщил, что я являюсь виновником этого ДТП. После этого я подошел к женщине, женщина была, она в сознание пришла, я с ней поговорил, она пожаловалась на ногу, нога у нее болит. Затем, когда подъехала скорая помощь, она быстро приехала, я помог погрузить ее на носилки медработникам, там медсестра была и водитель. И затем также помог я загрузить ее в автомобиль. Вот мои действия, которые я предпринял. Ну, буквально сразу после ДТП стали писать, что депутат Шабанов был пьян. И такие выводы делали, в том числе по фотографиям, где вы там опираетесь на машину, да. Как это можете прокомментировать? Я был совершенно трезв, а утверждение, что опираюсь я на автомобиль, действительно такая фотография была. Кроме того, было еще много других свидетельств, которые, как субъективные, я считаю, в идеале они говорят о том, что я пьян. Вот, я считаю, что это не соответствует действительности. Насчет наркотиков, я что могу сказать, что в 73 года я наркоман. Нет, в 73 года они обычно не доживают. Вот. Следующее. Когда пошли все вот эти мероприятия, мероприятия присутствовали, были полиция, следственный комитет, прокуратура. Я постоянно находился с ними. Они мне постоянно как брали то, дорожный переход, там я стоял, там меня фотографировали, все такое. То есть я постоянно участвовал в процессе практически с ними. Так что, если бы я был пьян, меня сто процентов бы арестовали, сто процентов. Вот. Следующее. Затем у меня там, на месте ДТП, алкотестером меня продували. При свидетелях, ГИБДД, все как положено, составлялся протокол. Затем, меня второй раз продували тоже, но уже в поликлинике, точно так же были свидетели и медицинские работники. И тоже был протокол. В протоколе или акте о свидетельстве не было указано признаков опьянения. Это первое. Я забыл сказать, что в обоих случаях показания алкотестера были нулевые. Там ноль и там ноль. И плюс никаких признаков, признаков внешних алкоголя. Вот это вот и было. Я просто не могу не спросить о том вообще. Вы говорите, что вы были трезвы. А как тогда появилась информация, что какие-то анализы сдавал полицейский? Вот. Это очень такая странная ситуация, которая, мне кажется, интересует всех. Когда перед тем, как везти меня в поликлинику, мне сообщили, что женщина скончалась в больнице. Это для меня был сильнейший шок. Я был как в тумане. Но я точно знаю, что анализы я сдавал. И у меня в мыслях не было. В мыслях было подмены, анализы. Я, честно говоря, даже не понимал, что это можно делать. Я не знал. Следующее. Я не мог предложить, понимая, что за это будет, должностному лицу, тем более, предложить это сделать. Я просто этого не мог. Я выполнял все, что мне говорили медицинские работники, все, что мне говорила полиция, я все выполнял и все делал, как они мне говорили. Когда я сдал анализы, я не могу отвечать за полицейского, что было потом. Я просто не знаю. У меня есть какие-то, может быть, догадки или что, но я их даже озвучивать не буду. Это может быть ошибкой или вообще это неправильно. Я не знаю. Вот. Следующее. Я скажу снова, повторю. Я не наркоман. Я никогда не составил на учете в наркодиспансере. Никогда не было ни в каких-то, где с наркотиками связано. Меня, ну, я не говорю весь город. Меня в основном люди знают в городе. Знают очень хорошо, с хорошей стороны. Вот. И они знают, что я никогда этого не употреблял. Никогда. Я еще от себя добавлю, как вот, я же как депутат, я занимался общественной работой. Как может наркоман заниматься общественной работой? Ну, то есть, приемы вел, все такое. Я и наркотики, это просто несовместимо. Нет. После случившегося вы общались с родственниками погибшей, там, на контакт выходили как-то? Я несколько раз пытался пообщаться, и пообщался я с ней. Вот. Мы встретились и поговорили. Я принес ей глубокие извинения за происшедшие с ее мамой. Вот. Попросил у нее прощения. Она мои извинения приняла. Также в разговоре я выразил готовность всем помочь, чем можно. То есть, вот, чтобы сгладить, ну, горечь утраты, как-то помочь что-то, или как-то похороны все вот это вот. Ну, вот на этом я выразил готовность, и я готов. Вот на этом разговор закончился у нас. После случившегося еще за руль вы садились? Нет, я за руль не садился, хотя некоторые активные пользователи утверждают, что я садился за руль и ездил по городу. Нет, это ложь. Машину в тот же день забрали на спецстоянку 27 мая, и по сей день она находится на спецстоянке под пломбами. Вот, ключи, права и документы находятся у следователя, который ведет это дело. Так что все то, что они говорят, это неправда. Я передвигаюсь по городу с родственниками, с детьми, там, кто-то по работе подвозь. А вообще, как давно за рулем ездите, и были ли еще у вас ДТП? За рулем я езжу относительно давно, с 88-го года. Ну, я так уже, мелкие аварии были, но я там даже не помню. Две аварии были относительно серьезные, это в том году. Также на дорожном переходе. Я пропускал человека на дорожном переходе, а сзади, или не среагировал, кто въехал в машину. Вот. И следующая авария точно такая же была. Тоже через месяц буквально ехали на другом переходе, но уже две машины в меня въехали. Я тоже пропускал на человека на переходе, в меня въехали. Я там, моей вины не было, там были другие люди виноваты, кто въехал. А вот по поводу 27-го мая, третьей аварии, где произошла эта трагедия, это моя вина. Я виноват в этой трагедии. Когда произошла эта трагедия, о вашей персоне заговорили с разных сторон. И я думаю, не только в Лисках, но и в Воронежской области, в Воронеже, да и на федеральном уровне. И вспомнили ваши доходы. То есть там больше 140 миллионов в год, цифра такая, ну, внушительная, всех она впечатлила. И поговаривали, что вот Шабанов с этих там доходов таких огромных платит там копейки налогов. Как это можете прокомментировать? В 21-м году было задекларировано 147 миллионов. Не 140, как говорят, а 147 миллионов дохода. Как получается доход? Доход всегда получается оборотом, валом. Но есть еще и расход. Расход был на этот доход 138 миллионов. То есть для того, чтобы получить 147, надо было потратить 138. Сюда в 138 расходу входят налоги, сырье, взносы, благотворительность, сырье. Ну, все буквально туда входит. И в сумме это набежало на 138 миллионов. 147 и 138. Налогов было заплачено с этой суммы 7 миллионов 800 тысяч. 7 миллионов. То есть, сказав это, человек, который это сказал, ему подкинули не ту информацию совершенно. Он сказал 44 тысячи, а тут 7 миллионов 800. Что-то у них не состыкнулось. Не знаю. Поспешили ребята. Анатолий Дмитриевич, ну, вы сейчас находитесь в статусе обвиняемого под подпиской о невыезде. Расследование еще идет. Но все-таки, как думаете, каким будет решение и к чему вы готовы? Я не буду это комментировать. Потому что я не знаю, чтобы как не оказать какое-то давление. Как решить суд, так и будет. А еще я что хочу сказать. Вот я снова хочу попросить прощения у родственников. Виноват я очень сильно. Я очень сильно переживаю. У меня 30 лет назад тоже случай был с родным братом. Он тоже погиб в автомобильной аварии. Тоже трагедия была. Осталось трое детей малолетних. Вот эта боль, она постоянно со мной. И я, как никто, я могу понять, что переживает дочь, внук погибших. Я понимаю. Так что простите меня. Так что, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю.